Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Отсупники. Два лучших выпускника полицейской академии оказались по разные стороны баррикады. Один из них – агент мафии в рядах правоохранительных органов, другой – крот, внедрённый в мафию. Каждый считает своим долгом обнаружить и уничтожить противника, но постоянная жизнь в искажённых реалиях меняет внутренний мир героев. Престиж. 2006 года. Роберт и Альфред – фокусники-иллюзионисты, которые на рубеже XIX и XX веков соперничали друг с другом в Лондоне. С годами их дружеская конкуренция на профессиональной почве перерастает в настоящую войну. Они готовы на всё, чтобы выведать друг у друга секреты фантастических трюков и сорвать их исполнение. Непримиримая вражда, вспыхнувшая между ними, начинает угрожать жизни окружающих их людей. Я – легенда. Адаптация одноимённого романа Ричарда Мэттисона о неизвестном вирусе, унесшем в жизни половину населения земного шара, а остальную половину – превратившего в вампиров. Сюжет строится вокруг единственного уцелевшего человека с необъяснимым иммунитетом, ночами держащего бесконечную осаду упырей, а днём – пытающегося найти противоядие и выяснить причины эпидемии. Джейк Салли – бывший морской пехотинец, прикованный к инвалидному креслу. Несмотря на немощное тело, Джейк в душе по-прежнему остаётся воином. Он получает задание совершить путешествие в несколько световых лет к базе землян на планете Пандора, где корпорации добывают редкий минерал, имеющий огромное значение для выхода Земли из энергетического кризиса. Гуще в лабиринте 2014 года Главный герой – подросток Томас, который просыпается в лифте. Он ничего не помнит, кроме своего имени. Он оказывается среди 60 подростков, научившихся выживать в замкнутом пространстве. Раз в 30 дней прибывает новый мальчик. Группа ребят проживает в приюте уже 3 года. Они кормятся тем, что удаётся вырастить на земле, и пытаются найти выход из лабиринта, окружающего их место жительства. Но однажды появляется девочка в состоянии комы. Двергент 2014 года Действие развивается на земле в будущем, в деспотичном Чикаго. Все подростки, достигшие 16 лет, обязаны выбрать одну из 5 фракций и присоединиться к ней на всю оставшуюся жизнь. Каждая фракция представляет определённое качество – искренность, отречение, бесстрашие, дружелюбие и эрудиция. Посвящённый 2014 года Юный Джонас живёт в идеальном, максимально цивилизованном обществе будущего, где больше нет войн, боли, страданий, радости, воспоминаний. Для каждого члена здесь определён идеальный порядок существования, и теперь никому не приходится выбирать шаг, мысль, цвет. Всё вокруг однозначно серое. По решению совета общества, Джонас назначается хранителем памяти, которую он должен перенять у учителя по имени Дающий. Юноше открывается правда о настоящем мире, но чтобы освободить свой мир, он должен бросить ему вызов. Время 2011 года Добро пожаловать в мир, где время стало единственной и самой твёрдой валютой, где люди генетически запрограммированы так, что в 25 лет перестают стареть. Правда, последующие годы стоят денег. И вот, богатые становятся практически бессмертными, а бедные, как всегда, опричены сражаться за жизнь. Уилл, бунтарь из гетто, несправедливо обвинён в убийстве, с целью грабежа времени и вынужден, захватив заложницу, пуститься в бега. Так, ежеминутно рискуя жизнью, эти двое становятся грозным оружием в борьбе с системой. Но вот вопрос, кто кого? А может быть в дело вмешается третья сила? Орудие смерти. Город костей. Клэри Фрей всегда считала себя самой обыкновенной девушкой, пока не выяснилось, что она – потомок древнего рода сумеречных охотников, тайной касты воинов-полуангелов, защищающих наш мир от демонов. Когда мама Клэри исчезает, девушка объединяется с сумеречными охотниками, чтобы спасти её. Так и начинается её опасное знакомство с иной реальностью, в которой существуют демоны, маги, вампиры, оборотни и другие смертоносные существа. Готия 2013 года. Земля в опасности. Наше место скоро займут души, лишённые плотской оболочки пришельцы, вытесняющие из человеческих тел разум и замещающие его своим собственным. Большая часть человечества уже погибла. Немногие выжившие скрываются в жалкой попытке осрочить неизбежное. Теперь душа пытается захватить тело юной Мелани. Однако происходит неожиданное. Мелани и её душа вынуждены сосуществовать в одном теле. Госте надлежало выследить и выдать землян-повстанцев, с которыми связана Мелани. Но она помогает своей носительнице. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok